Бытовой пожар в одном из домов поселка Карымская обернулся страшной трагедией. В огне погиб ребенок 2022 года рождения. Двух других детей 2 и 4 лет удалось спасти. Сейчас они находятся в детском отделении районной больницы. На момент осмотра доставки их в нашу организацию состояние детей расценивалось как удовлетворительное. На сегодняшний момент также состояние детей удовлетворительное будут находиться под нашим наблюдением до того момента, как их дальнейшая судьба определится. Травм не было отравления угарным газом в легкой степени. Как нам пояснили в комиссии по делам несовершеннолетних, семья давно состояла на учете. В декабре 2023 года мы изымали детей совместно с органами опеки. А по какой причине? Причина была антисанитарные условия, но потом отец приехал с СВО и забрали детей. А он сейчас находится на СВО. Мать одна, воспитывает трех детей. Рядом со сгоревшим домом соседствует магазин. Многодетную маму там характеризуют положительно. У нас она, допустим, никогда не брала ни пива, ни водку, никогда. Где, может быть, где в другом месте, но про это я не могу сказать, потому что я же там с ней не жила. А вот детишек, может быть, тоже замечали, как они прилично были чистые? Ну, ходила она в магазин, они были чистенькие. Все характерно, они были дети чистые. Однако не все соседи называют пострадавшую семью благополучной. сама себя наказала этим. А так вот, если бы минут пять, наверное, и позже бы подъехали бы у Троицы с мужем, то уже бы и тех не спасли. Там счет на минуту шел просто. Выбивали окна, вытаскивали детей, а потом уже мама откуда-то вылезла. Люди, которые участвовали в спасении детей, отказались давать комментарии на камеру, но рассказали нашей съемочной группе, как это было. Внутри весь дом был затянут едким дымом, дышать было нечем даже взрослым. Соседи вначале вывели двоих детей, третьего пытались найти уже на ощупь, но безуспешно. Официальная причина возгорания пока не установлена. По словам районной комиссии поделами несовершеннолетних, в отношении матери может быть поднят вопрос о лишении ее родительских прав. Дарья Пьяникова, Данил Батвинский, Антон Носов, РТК «Забайкалье».